Удачи обоим! Александр Емельяненко против Виктора Пеште. Главное событие вечера, которое для вас прокомментирует Григорий Стангрид и Александр Камельков. Разница в весе есть небольшая. У бойцов на 8 килограммов тяжелее Александра Емельяненко. Я думаю, в день боя на все 10. Пешта. Удар справа в подбородок. Ну, вернее, скорее даже погладил по бороде Александра. Многие ожидают, что Пешта будет искать возможность перевести поединок. Партер. Да, я думаю, ожидает он активной работы в стойке от Александра Емельяненко. Известный нокаутер Александра. Слева Пешта попадает. Ну, Емельяненко в своем стиле. Поддавливает соперника. Не делает лишних движений Александр. Очень комфортно он чувствует себя в стойке. Ох, справа попал Пешта и слева добавил. Пока в стойке Виктор смотрится здорово. Он хорошо контратакует. Еще попадание слева. Вполне возможно, что делал он упор на ударную технику в тренировочном процессе. Возможно, решил побороться с Емельяненко в его же игре. Многие ожидали, что не будет вот так в стойке с Емельяненко даже где-то открыто вести поединок Пешта. Мы видим, что здорово он контратакует. За сетку не потаньте. За сетку не потаньте. Тем временем первый клинч у нас. Красный, внимательно. Ну, если сейчас не будет активных действий, то рефери может и развести бойцов. Разворачивает Пешта Александра в клинче, но тут же снова Емельяненко оказывается лицом к сетке. Пешта начинает сушить ноги соперника. Готовит его к трикдауну. Активность, бойцы. Вот уже рефери призывает к активности. Разрывает клинч Емельяненко. Пешта вдогонку пытался ударить. Джебом работает Виктор. И небольшой наплыв под правым глазом Александра. Вот проваливался сейчас бойц из Чехии. И Емельяненко вполне мог поймать. Еще попадание справа. Мне кажется, даже сам Емельяненко на данный момент немного обескуражен. Да, обескуражен. Редактирует он свой план на бой. Не ожидал, я думаю, такой открытой работы в стойке со своими соперниками. А главное, эффективный. Да, пока что Пешта действительно эффективнее в стойке. Не думал я, что скажу это в этом поединке. Да, многие ожидали, что в стойке у Пешты не будет преимущества. Но пока оно есть. Причем видно, что совершенно комфортно себя чувствует Пешта. Он не нервничает, нет лишних движений. Доля опаски или осторожности, конечно, имеется. Но пока, я думаю, что можно сказать, пока что все здорово для Виктора. Но вот Александру, если в первом раунде ничего не поменяется, то, наверное, в углу что-то должны подсказать, подкорректировать. Возможно, увидим вообще обратную картину. Инициатором Партера станет Емельяненко. В прошлом поединке довольно много времени Александр провел на полу, но провел на спине. Гонзага переводил его. Но, правда, потом Габриэль чуть подустал. И в стойке уже Емельяненко реализовал свое преимущество, которое пока что не удается реализовать сейчас. Сейчас ответное, ответное, простите, обманное движение проводил Александр Емельяненко и поплатился за это. На выходе опять Пешта слева попадает. Александр все-таки ждет чуть дольше, чем, наверное, нужно. И поэтому дает возможность Пеште подстроиться. И очень мало Александр хинтит. Он начинает атаки без подготовки. И Пешта здорово справа попал. Александр. Но, судя по всему, очень крепкая челюсть у Виктора Пешты. Выдержал он этот удар. И на этом заканчиваются первые пять минут этого боя. Пешта дважды в карьере проигрывал нокаутом. Было это в UFC. Сначала с Дереком Льюисом, который совсем недавно на этих, на прошлых выходных, вернее, провел невыразительный поединок с Францисом Гануно. Выиграл. Ну и также Марчину Тепури проиграл. Также в рамках UFC. Все это было в 2015 и в 2016 году. А мы пока смотрим повторы. Очень хорошо на встречных движениях ловил Александр Емельяненко и Виктор Пешта. Вот удары получаются больше смазанными, да, здесь, правда, точных подбородок. Если бы действительно Пешта был точнее в своих ударах, вот как сейчас, большинство ударов были именно точных подбородок, то еще, кто знает, как бы все обернулось. Ну а здесь Емельяненко уже проводит свою точную атаку. Но, тем не менее, очень четко обозначил свое намерение в первом раунде Виктор Пешта. Не собирается он бояться Александра Емельяненко в стойке. Бояк готов? Второй раунд! Второй раунд очень интересен с точки зрения того, как сможет Емельяненко перезагрузиться после того, что было в первом. И первый раунд, в общем-то, Александр проиграл. Да, возможно, сменили сейчас в углу Емельяненко план. Увереннее, что у такого опытного бойца всегда есть план Б, а то и Ц, и В. Здесь, наверное, то, что бросается в глаза, все-таки больше финтов нужно. Так, попытка перевода, и она удачная. Перевод первый в партер в этом бою мы видим от Виктора Пешты. Вот сейчас Пешта в позиции контроля. Даже ему, может быть, для начала не нужно совершать каких-то очень активных движений. Главное не сделать так, чтобы реферы поднял. Да, то есть достаточный уровень активности соблюдать. Обозначать работу. Но в прошлом поединке, что сделал Емельяненко с Гонзакой, когда во втором раунде он вновь оказался на спине, и понятно было, что обязательно нужно вставать, иначе дальше могут начаться серьезные проблемы. Он минимизировал количество действий, то есть сковал своего соперника настолько, что у рефери уже не было выбора. Он, да, поднял в стойку. Да, и он поднял в стойку. Здесь сейчас Александру нужно пытаться сделать то же самое. Нейтрализовать соперника, и чтобы рефери поднял в стойку. Ну а Виктор Пешта, мы видим, не собирается минимизировать свою активность. Правой рукой он очень уверенно пробивает классическую двойку. Корпус голова. Возможно, решил сделать ставку. Именно на контроль в этой пятиминутке Виктор Пешта. Пока что именно тем же самым, что и с Гамзагой занимается Емельяненко. Он просто вяжет своего соперника по рукам и ногам. Для Пешты ситуация тактически непростая. Почему? Ему нельзя оставлять очень много сил на все эти действия. Потому что в стойке, если он подустанет, то... В любом случае... Емельяненко пробьет защиту. Да. Этот раунд, если не завершится досрочно, то третий раунд в любом случае начнется со стойки. И уставшим в стойке работать против Емельяненко будет очень-очень тяжело. Еще тяжелее будет уставшим подловить также на тейкдаун Александру. Безусловно. Поэтому Пеште сейчас очень-очень выверенно нужно работать. Но, Александр, что нужно делать, мы уже пояснили. Да, но и при этом очень внимательно наблюдает за мнением реферия Виктор Пешта. Видимо, чувствовал он, что сейчас поднимут бойцов в стойку. Посмотрим. Посмотрим. Как будет сейчас действовать Виктор. У Александра еще в этом раунде целых две минуты. Мы видим, что настроен. Настроен он очень решительно. Попадает вперед от Емельяненко. Несколько очень точных и мощных попаданий. Пешта спасается клинчем. Пытается перевести в клинч. Вернее, в партер. Нужно сейчас отходить к Виктору Пеште, восстанавливаться. Нельзя бросаться вперед, сломя голову. Это может кончиться для него нокаутом. Попадание от Емельяненко. Попадает от Емельяненко. Почувствовал, он в кустрове. Вяжет Пешта. Емельяненко не попадается. Несколько точных попаданий от Александра. Судя по всему, уже пробивать бросается. Огромные проблемы у Пешты. Его ведет. Он пропустил несколько настоящего мощных ударов. Я думаю, что все. Да. Да. Случилось то, что мы и предсказывали коллега. Пешта устал. Да. И в стойке уже ничего не смог противопоставить Александру. Может быть, даже на свое несчастье перевел Александр в партер. Да, возможно. Очень много сил он там потратил. Может быть, и не нужно было уходить из стойки. В первом раунде он выглядел очень уверенно. Ну что ж, второй поединок не без сложностей. Но, опять же, второй поединок, где Емельяненко нашел ответы для своего соперника. В команде Александра Емельяненко я также вижу катмана, который в первую очередь зарекомендовал себя в профессиональном боксе. Дмитрий Лучников, но и сейчас он осваивает просторы смешанных единоборств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, дорогие друзья, мы поздравляем Александра Емельяненко с такой яркой и по-настоящему волевой победой в главном событии этого вечера. Уважение его сопернику Виктору Пеште. Он показал нам очень красивый бой в первом раунде. Может, чуть-чуть неправильно он тактически начал действовать в раунде под номером 2. Я думаю, сейчас будет слово победителя. Памятное фото делают бойцы. Я хочу поблагодарить всех, собравшихся сегодня в зале, всех, кто смотрит нас, всех любителей боевых. За нами и за вами будущее. Скоро к нашим рядам, к бойцам и любителям, пригоднет еще больше людей. Будьте здоровы, занимайте спортом. Веруйте в горы. Ахмат, сила! Спасибо за победу! Россия вперед! Ну что ж, дорогие друзья, на этом, я думаю, наша трансляция подходит к концу. Хочу сказать спасибо всем, без кого этот вечер бы не состоялся. Это организатор турнира «Русская медная компания», генеральный продюсер и режиссер Федор Муратов, исполнительный продюсер Глеб Бурганов, художник по свету Сергей Москалюк, а также команда продакшена телеклуба. А с вами смотрели RCC 3 и комментировали Александр Комельков и Григорий Стангрид, и также чит ранее Алексей Уралец и Тимур Салимов. До свидания, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова